В ночь со 2 на 3 июля 1998 года на собственной даче в деревне Клоково застрелен генерал Рохлин, который был в оппозиции к существующей власти и пользовался огромной популярностью народа. Следствие установило, что стреляла его супруга Тамара из-за очередной семейной ссоры. Однако большинство людей уверены, что это не бытовое убийство, и Тамара Рохлина к гибели мужа не причастна. Лев Яковлевич Рохлин родился в Средней Азии в семье ссыльных. Став военным, воевал в Афганистане, где командовал мотострелковым полком и был дважды ранен. Отучившись в Академии генерального штаба, становится начальником военного гарнизона Волгограда. Во время первой чеченской кампании командует 8-м гвардейским корпусом. Участвовал во взятии Грозного и штурме президентского дворца Дудаева. Офицеры и солдаты вспоминали Рохлина как настоящего генерала, который не прятался за их спинами. Он один из немногих армейских чинов, которые в ходе чеченской кампании остались с незапятнанной репутацией. Вместе с генералом Бабичевым вел переговоры с чеченскими командирами о перемирии. Отказался от звания Герой России, заявив, в гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне не слава России, а ее беда. С 1995 года входит в партию «Наш Дом Россия», однако в 1997 году выходит из нее и возглавляет собственную политическую силу, движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Являлся одним из главных оппозиционеров Бориса Ельцина, которого обвинял в государственной измене и развале армии. По свидетельствам друзей и коллег планировал свергнуть президента и для наведения порядка в стране установить в России военную диктатуру. Лев Яковлевич был найден мертвым в постели на втором этаже. При этом в кухне первого этажа на высоте двух метров от пола был след от пули. Сомнительно, что Рохлин не проснулся от грохота первого выстрела, сделанного в помещении и посреди ночи. Скрытие тела убитого проводил судмедэксперт Министерства обороны Виктор Колкутин, который пришел к выводу, что пуля попала точно в часть мозга, которая отвечает за дыхательную функцию, работу сердца и двигательную активность. При такой травме наступает мгновенная смерть. Специалист считает, что возможно это совпадением, однако именно в туда целятся снайперы и профессиональные киллеры. При осмотре подозреваемой Тамары Рохлиной на ее теле были обнаружены многочисленные травмы, а на пистолете отпечатков супруги генерала не было. Следствие вообще не выявило чьих-либо следов на орудие убийства. Скорее всего в доме Рохлиных в ночь со 2 на 3 июля были посторонние люди. Доказательство тому открытая входная дверь сразу после убийства и три сожженных тела, найденных в ближайшей к деревне Лесополосе. Милиция считает, что это совпадение, однако верится в него с трудом. Скорее всего так организаторы убийства Льва Яковлевича заметали следы и устраняли непосредственных исполнителей. Летом 1998 года рядом с домом правительства проходил митинг шахтеров, над которым развивалось черное знамя шахтерской армии спасения. Акция привлекла к себе внимание всей страны. Несколько раз к шахтерам приезжал и Рохлин, а в последний визит его сопровождал казачий атаман Кудинов. Лев Яковлевич хотел поддержать митинг рабочих и свести в Москву 20 тысяч человек. Офицеры и отставники, работники оборонной промышленности из Тулы и Смоленска, ростовские казаки вместе с шахтерами должны заставить Ельцина и правительство уйти в отставку. Рохлин не скрывал своих планов и хотел начать акцию сразу после окончания всемирных юношеских игр в Москве. Автор книги «Генерал Рохлин. Всегда с Россией» Елена Ляпичева, которая была лично знакома со Львом Яковлевичем, считает, что власть испугалась митинга, в котором участвуют не бабушки и городские сумасшедшие, а взрослые мужики со всей России, мог закончиться переворотом. За генералом следила контрразведка и знала о семейных ссорах в семье Рохлиных. Бывшие чекисты решили убрать с шахматной доски влиятельного генерала и скинуть вину на жену. Тамару Рохлину полтора года держали в СИЗО, а её сын Игорь, пожизненный инвалид первой группы, оставался без ухода. Женщина утверждала, что убийцы были в масках и пригрозили ей смертью сына, если она не возьмёт вину на себя. Суд без прямых доказательств приговорил Тамару Рохлину к восьми годам колонии. В своём последнем слове на суде 15 ноября 2000 года она заявила, что муж собирался мирным путём сбросить кремлёвских временщиков, слезть с шеи замордованного народа. Женщина считает, что непосредственно исполнитель убийства охранники генерала. После трагедии с дачи пропали огромные деньги, собранные единомышленниками Рохлина, а когда буря утихла, телохранитель убитого Александр Плескачёв стал преуспевающим бизнесменом. На вопросы адвокатов, что вы делали в ночь убийства и почему не слышали звуки выстрелов охранник генерала, сторож дачи и водитель так и не дали внятного ответа. После гибели Рохлина в стране не осталось человека с таким же кредитом доверия от народа. Оппозиция стала безликой и ограбление России продолжилось. Примечательно, что из дома генерала пропали документы относительно урановой сделки с США, которые он собирался огласить на заседании Государственной Думы. Примечательно, что из дома генерала пропали документы, которые он собирался огласить на заседании Государственной Думы.